Первый вопрос поднимается на уровне правительства, среди депутатов, как эффективно разместить эти средства. Как мы знаем, Российская Федерация выделила 500 миллионов долларов США, из них на территорию Тургызской Республики поступило 300 миллионов долларов США. Но не все эти средства были размещены среди субъектов экономики. И часть этих свободных средств обратно ушли в Российскую Федерацию. Сейчас вопрос стоит, как эффективно использовать эти средства. Правильно сказали, сейчас 3 миллиона долларов США, это очень большая цифра, мы должны снизить этот порог. И минимально поставить наш порог, потому что все наши предприниматели, они работают на уровне малого и среднего бизнеса. Крупных предприятий у нас как-то как-то более успешные компании, это малый и средний бизнес. Сейчас Российская Федерация, в смысле этот фонд, говорит, что мы собираемся размещать 50 миллионов долларов США через коммерческие банки. Но там тоже у нас распределение идет более медленно. Нужно, по моему мнению, распределить эти средства по отраслям, четко распределить, какие отрасли на какую сумму получат. Текстильная швейная промышленность, например, 10 миллионов долларов США, сельское хозяйство 10 миллионов долларов. Покупка оборудования, сельхозоборудования или покупка оборудования для переработки отрасли. Мы такое в Министерстве экономики внесли в доложение. Но учитывая то, что Российский фонд является международной организацией, она, наверное, значит, не полностью принимает внимание наших доложений. Есть несколько проектов по инвестиционным проектам. Какие очень важные инвестиционные проекты? Это первое, строительство индустриальных и технопарков. У нас здесь немножко хромает в части законодательства. Нужно сформировать эту нормативную базу. И все инвесторы хотят работать в одном месте. Такая практика во всем мире есть, но у нас пока это не работает. У нас работает только СЭС города Бешкека. Остальные четыре СЭСа не работают. Индустриальные парки, они отличаются от работы СЭС. Они ориентированы на получение налоговых преференций. Но основной аспект индустриальных парков это то, что два аспекта. Первый аспект это количество создаваемых рабочих мест. И второе это количество суммы инвестиций. Только два требования и эти индустриальные парки работают. В конечном счете создание таких парков позволит нам не только пополнить бюджет республики, но и уменьшить количество мигрантов в Российскую Федерацию. И еще один вопрос хотелось бы отметить насчет политики НБКР. У нас Национальный банк Требесской Республики сейчас имеет только один манк. Он контролирует инфляцию. То есть чем не позволяет повышению инфляции. Но у него нет другого мандата. Как во всех странах, во многих странах НБКР имеет два мандата. Поддержка макроэкономической политики, инфляция. И второй момент это создание рабочих мест. Вот этого второго мандата нет. Поэтому у нас курс национальной валюты достаточно высокий. И когда доллар, например, доллар США повышается, НБКР должен поддерживать устойчивую, слабую валюту, что позволит нашим экспортерам.